Дима и Оля. Делёжка бюджета. Я так понимаю, к общему знаменателю вы так и не пришли. 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 К чему пришли? К общему бюджету пришли. Хорошо, давай, расскажи, к чему пришли. К общему бюджету пришли. Завтра поедем с этим заниматься. Просто уже, Олечка, столько дней решаем, всё не могли договориться. Наконец-то, аллилуйя! Вот сегодня это произошло, договорились. Так, 50 на 50? У нас нет такого 50 на 50, у нас всё общее, мы семья, мы одно целое. Нет, просто Оля сказала, что, Дим, твои деньги – это наши деньги, а мои деньги – это мои деньги. Я уже передумала. Услышьте, этого уже нет, только всё есть наше общее. Ты поняла, что тебе ничего не светит, Оль? Да нет, просто отказались от брачного этого договора. Его накопление, мои накопления совместить и вместе копить. И отдельную сумму на карманные расходы. И тратить их вместе. Хорошо, подождите, тогда простите меня, что поменялось? Своё желание сколько там средств снимать. То, что поменялось, смотрите, какая ситуация. То, что одна часть денег, она будет лежать, это на недвижимость, и постоянно будет поволняться. А треть части, эти деньги будут лежать на карте, и когда жена, допустим, захочет себе купить новую обновку, допустим, либо поехать к счёту. Хорошо, а счёт, так же и ты, если что-то себе хочешь купить. А счёт будет чей? Я подумаю. Муж и слово. Нет, ну давай сейчас подумаем. Ты не думай, ты можешь что-то, ты мне дома сказал. Нет, муж сказал, что я тебе карту, на твою карту, при маме-то было. Нет, подождите, счёт будет на двоих, правильно? Нет, смотри. Вот именно тот, что счёт большой, который... Счёт можно сделать на одного человека. Нет, нет, подожди, пожалуйста, не закапывай, лап. Говори, как есть, ты посеряешься. Не закапывай, говорите, жена. Не надо, я приду в банк и поговорю на эти все ситуации, ещё раз говорю. Нет, ты что сказал? Я в данный момент не специалист, чтобы с этим сомневаться. Ё-моё, у меня он, знаешь, что сказал? Давай будем делать карту, у тебя есть карта. Зачем? На твою карту всё будем складывать. Ольга Дмитренко. А, то есть всё на Олю? Мне так муж сказал. Муж, ты сказал, что всё пойдёт на карту Оли? Именно на карманные расходы. Сумма, которая на карманные расходы... Подожди, подожди, сейчас меня опять путаете. Успокойся. Вы говорите про карманные расходы, либо вы говорите то, что мы откладываем на квартиру. На квартиру наше общее. На чьём счету? Да мне... Как будут деньги будут лежать у меня? Да, ты, нужно разобрать. Уже так уже поговорил. Там уже поговорил. Ну, пожалуйста. Оль, извини, вот не знаю уже. Вот как это вот? Ну, эмоции... Нет, держи себя в руках. Будь, блин, это, серьёзный. Держи себя, держи... Каждый день про деньги говорится. Дим, ты мужик или нет вообще? Ну, что такое? Ты бежит, можешь распорядиться нормально? Просто скажи, все женщины, сиди... Короче, 300 тысяч имеем, 200 банк положили, сотка тебе, всё, в чём проблема? Ты нервничаешь, почему? Потому что ты боишься сказать Оле, что ты хочешь счёт на своё имя или нет? Я не знаю, ещё раз говорю. И эти вопросы я буду разговаривать в банке с специалистами, но не здесь. Хорошо, ты в банке со специалистами, потому что разговариваю, на чьё имя тебе счёт? Поеду с женой, ещё раз говорю, буду разговаривать там. Давай, давай, смотри, у меня экономическое образование. Дим, давай, как будто я в банковской работе. Ещё раз говорю, нет, ещё раз говорю, я буду разговаривать со специалистами. Хорошо, а специалист тебе скажет. Можно я тебе скажу, что ты скажешь? Я не буду сейчас... Он вам скажет, откройте счёт либо на жену, либо на себя. Пользоваться можете вдвоём. Но открыть надо счёт либо на Ольгу, либо на тебя. Димочка, спокойно объясни, что ты говорил до этого. Димочка, скажи, что ты говорил до этого, спокойно. Сотка у неё будет в каждом месяце. А остальные-то двести куда? Пятьдесят и пятьдесят. Это на квартиру. Это на квартиру. Хорошо, но... Да плевать, да я могу хоть сейф установить у себя дома, туда двести рублей складывать, каждый месяц и закрывать. Зачем ты это так говоришь? Я не знаю... А что ты нервничаешь? Я не знаю, куда, на чё имя, куда, зачем? Да я не хочу... Ты зачем спешняешь? Оль, скажи мне, тебе не кажется, что Дима просто увиливает от решения... Ни в коем случае нет. Нет, Дим, теперь я с Олей разговариваю, Дим. Разговаривайте. Хорошо. Вы можете принимать любое решение, говорить всё, что угодно. Но мы завтра поедем с моей женой и всё... Дим, я не буду принимать решение за тебя, где держать тебе деньги. Я просто задала вопрос и не получила от тебя на него ответ. Я теперь хочу спросить у Оли. Не кажется ли тебе, Оль, что Дима так нервничает сильно и на этот простой вопрос не может дать конкретный ответ? Потому что ему стыдно признаться в том, что он просто не доверяет тебе и не хочет складывать все деньги на тебя. Дим, и поверь мне, ты дал мне повод так думать. Думайте, как хотите. Я так и думаю, как хочу. Это тоже, может быть, ваши доводы, да? И он, конечно же, не признается. Нет, хотя он вчера признался. Он сказал, что нет доверия. Почему он сейчас не нервничает и не может ответить на вопрос? Кому у него нет доверия? Ко мне. Карта сотка где будет? У нее будет эта сотка. Хорошо, прекрасно. А остальное где? Это будут в банке лежать. Хорошо. В банке на чье имя? На наше. На наше имя. На наше фамилию. Наше имя нет. Есть имя имя Оля или Дима? Может, на маму положим? Так и говорим. На капаклы можно положить. Можно на ребят положить. Да нет. На червом можно положить. На червом можно положить. Просто назови одно имя, на кого ты положишь. Здесь, я думаю, никто против не будет. Итак. Барабанная дробь. Ну, я просто не знаю, как бы, муж, ты согласен на меня? Ты мне доверяешь? Доплевай, допускай на себя. Будут уже, что-то пустые уже. Дим, смотри. Что за реакция такая? Почему ты со мной на матах разговариваешь? Почему ты меня не уважаешь? Хорошо, а со мной тогда что-то? Да закрыть, чтобы это уже тему. На Олю будет, на жену, все. Нормально? Мне? Сошибеть тебе нормально? Не, вам лечит это. Мне? Вообще фиолетово. Что на Олю, что на Диму. Мне не холодно, не горячо. Я не знаю, я сказал, за секунду. Я изначально сказал, что даже квартира будет на нее формена. Я не понимаю, в чем проблема-то? То есть весь ваш бюджет будет в руках твоей жены, Рома Капаклы. Не Дима позорит, а вы друг друга позорите, на самом деле. Начнем с этого, что, к сожалению, вот этот вопрос о едином целом, мне кажется, он уже распался, потому что вы не единое целое. Я вам вчера сколько с вами разговаривал, все это без толку. Просто смотри, на самом деле я сейчас, мне кажется, смогу ответить на вопрос, в чем причина, если Оля ответит на один вопрос. Оль, а твои сбережения, все, которые у тебя есть, это твои сбережения или ваши сбережения? Я не понимаю, какие ко мне вопросы? Я что, мужа, зарплату забираю? Я даю, я коплю. Не позорь Диму, не позорь Диму, из-за тебя будут просто Димы. Не позорь Диму, Оль. Просто мы хотим свои накопления вместе, все, в одну кучу сложить. Что непонятного? Не позорь Диму, не позорь Диму. Зачем ты себя ведешь, как Дима не позорила? Позоришь ты нашу семью сейчас. Я позорю вашу семью, вы что, пригалываете, что ли? Вы своим поведением позорите свою семью, Оль. Вы тем фактом, что вы ежедневно здесь нам залдыщите о какой-то идиллии, о едином целом, о целостности ваших отношений. А ты примерно хочешь сказать, идеально, что ли? Да, потому что у нас не стоит вопрос о деньгах. Никогда. Все люди не идеальны. А вот у нас стоит. Вчера я с вами 40 минут просидел, давал вам советы, пытался вам помочь. А сегодня ты говоришь, что я позорю вашу пару. Вот и свое неблагодарное отношение, к сожалению. Вот это вы ничего не решили, все бестолку, вот это что за отчитываешь нас? Потому что я с вами сидела вчера, мы решили, а с утра ты опять по новой шарманку начала. Что по новой грубости решили? Давай мне 60 тысяч, давай мне 60 тысяч с утра. Я тебе говорю, мы решили все, сегодня ты был на разборе, и ты сейчас говоришь, что мы не решили. Хорошо, хорошо, Оль, смотри, тогда так. Мы решили, что все идет, Оля. Открывайте счет на Диму. Пускай Дима собирает все деньги на квартиру. Оль, а ты готова открыть счет на Диму, и чтобы Дима распоряжалась счетом? Я еще раз говорю, все женщины, тем более я мама, у меня ребенок, все так живут, это нормально. Я хочу, всегда хотела, чтобы мне муж в будущем, когда он устроится на работу, приносил мне заработную плату. Я ответственно отношусь к расходам. Хорошо, он будет тебе выдавать нужды на все, но деньги будут у него, например. Счет на его имя тебя устроит или нет? Так у нас сейчас, получается, у него... Оля говорит, что сотка у тебя, а то, что мы на квартиру... А почему так? А квартиру купим мы на нас. А квартиру купим мы на нас. Нет, а почему? Ну и что? А квартира на тебя будет оформлена. Ты что? Ну-ка отдай им свои все накопления, Маринке. Че ты? Адам. Пусть на Африке будет твое накопление. Адам, стоп, не делай, что Адам, без проблем. Ты только на словах можешь говорить Адам. А я считаю, что я хочу так, чтобы было... Вот не хочу это. И ты не имеешь в виду меня осуждать. Не доверяешь мужику своему. Потому что я считаю, что я... Боюсь, что муженек твои деньги себе оставит. Мама, с ребенком. Две девочки, две девочки. Вот и ответ на вопрос. Дима не доверяет Оле, Оля не доверяет Диме. А я хранительница очага. Захар. Димасик, короче, я тебе предлагаю быстро и незамедлительно уже приходить в чувства. Потому что все, что сейчас происходит, это несколько... Я уже понял все. Да, ты понимаешь, да? Смотри, какая ситуация. Я не хочу пилить ваши бабки. Я хочу рассказать, что будет дальше. Дальше будет следующее. Значит, ты будешь подходить к Коле и говорить... Оль, я там в супермаркете увидел новые носки. Не правда. Такого никогда не было. Я наоборот говорю мужу, поделку купим тебе ботинки. Можно мне 150 рублей с карточки взять? А Оля, как действительно такая властная женщина, которая хранит ваши бабки, будет тебе в этом отказывать. И вы будете по этому поводу ругаться. Но ты же говоришь, что ты хранительница очага. За кого ты не воспринимаешься? Иди борщ вари. Зачем тебе эти деньги? Вот мужчина. Можно посмотреть на твою обувь? Я уже вас оставляю, уже который месяц купили. Нет, просто я хочу, чтобы вы показали. Нет, пожалуйста. Мы же-то выругаемся с ним. Я очень хочу посмотреть на Димину зимнюю обувь. Там подошвы нету вообще. Он говорит, мне ничего не надо. Я говорю, спасибо, Дим, что кому-нибудь. Ну давай, ну смотри, я разматываю твой плед. Нормальная обувь, смотри. Где носки, братишка? Где носки? Она же подмяна тебя под себя равно. Димуль, ну на тоненькой подошве. Ну ты же простудишься, ну дорогой ты. Смотри. Оль, ну тебе не стыдно, у тебя муж ходит, фиг знает в чём. Можки в тепле. А у самой-то на мехах. Так я ему и говорю, Олечка, сегодня, кстати, говорю, пойдём тебе купим. А что, пойдём, купим? Купила ему уже и подарочек принесла. Нельзя примета плохая. Говорят, уйдёт. Самаевский подарочек. Слушай, Оль, машину нельзя покупать, уедет. Пойдём, завтра купим. А не так, чтобы я тебе подарила их. Купить вместе можем. Но дарить нельзя, ни часы нельзя дарить, ни ботинки. Оль, ну не говори глупости. Все всем дарят, и часы, и ботинки, и трусы, и всё на свете. Базаруха очень. А трусы нельзя дарить, потому что изменит. Базаруха – это не стыдно сейчас. Ужас. Димка, три с половиной года без зимней обуви ходят. Вот это, честно говоря, печально. Сколько лет эти ботинки? Ну что ж, а у нас хорошая новость. Завтра ребята в 9 утра едут открывать лицевой счёт в летних ботинках. И мы за них можем только порадоваться.